Ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом. Немецкие исследователи проанализировали подтвержденные случаи COVID-19 в стране и обнаружили ранее неизвестные проявления инфекции. О чем идет речь, узнаем у Евгения Тишковца. Он присоединяется к нашему эфиру. Женя, так что же за симптомы и почему их раньше не замечали? Доброе утро. Андрей, оказалось, что люди, зараженные COVID-19, в какой-то момент перестают чувствовать запах и вкус. А почему об этом стало известно только сейчас, самый интересный вопрос. Итак, о новых симптомах инфекции сообщили врачи из Германии, которые провели опрос среди пациентов, зараженных коронавирусом. И две трети больных заявили, в какой-то момент они лишались возможности воспринимать запахи и вкус. Отмечу, что подобные сообщения поступали и раньше. Но что важно, тоже из Европы. Вот, например, рассказ итальянки, перенесшей коронавирус. Он появился в сети буквально на днях. Первые несколько суток были настоящим кошмаром. Я постоянно чувствовала боль. Три дня пролежала в постели. Не могла ничего есть, поскольку просто не ощущала ни запаха, ни вкуса. В целом, коронавирусная инфекция у большинства пациентов протекает в легкой форме и сопровождается типичными симптомами – кашель, температура и усталость. Но есть нетипичные симптомы, которые проявляются не у всех заболевших. И что самое интересное, в разных частях света они разные. Например, в китайском Ухане в разгар эпидемии примерно у трети заболевших отмечалось затрудненное дыхание и сильная боль в мышцах. А каждый десятый страдал диареей. В Германии случаи расстройства пищеварительной системы фиксируются втрое чаще. К этому добавляется и новый симптом – потеря обоняния. Можно, конечно, предположить, что китайцы просто не придавали этому серьезного значения. И не говорили с медиками о потере вкуса. Но это маловероятно. Немцы описывают случай, когда мать не могла почувствовать, что ребенку пора менять пеленки. А другие пациенты отмечали, что у них изменилось восприятие пищи. Как на такое можно не обратить внимание? Почему симптомы одной и той же болезни в разных частях света отличаются, врачам еще предстоит выяснить. Что же касается самой потери ощущения вкуса и запаха, то это, скорее всего, связано с нарушением работы клеток легких, которые отчасти отвечают за правильное функционирование слизистых оболочек. Это, скорее всего, просто избыточное количество слизи, которые выделяются, или пересыхание. Этот вирус достаточно селективно поражает клетки легких, альвеоциты. И там начинает свое грязное дело. Клетки эти, альвеоциты второго типа, ответственны за выработку разного рода сурфактантов и слизи. И да, это клетки, которые в том числе участвуют в выработке слизи, но это не совсем те самые клетки слизистые. Но я добавлю, что большое количество разнообразных симптомов – это само по себе опасно. Они могут пустить медиков по ложному следу и не позволить вовремя поставить правильный диагноз. Например, потеря ощущения вкуса характерна для острого вирусного гепатита, молочницы, даже обычной простуды. Это может случиться при некоторых неврологических нарушениях. А в случае с коронавирусом такое состояние еще и сохраняется довольно долго. Обычно в течение нескольких дней. Спасибо, Евгений Тишковец, о новых симптомах коронавируса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok